В 2010 году моя дочка тяжело заболела, и врачи до конца не могли поставить точный диагноз. И в конце концов дочка умерла, и в итоге сказали, что она умерла от лейкомии. Мне перенаправили в Центр СПИД сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию. Медсестра мне говорит, что у вас положительный статус. У вас ВИЧ-инфекция. У меня шок, потому что я не знала, что в Таджикистане, может быть, есть случай того, что люди инфицируются ВИЧ-инфекцией. Муж начал мне звонить, что он болеет, он как бы срочно не нужнит деньги, чтобы он покупал билеты и возвращался в страну, потому что врачи говорят, что если он не лечится, то он умрет. Когда я его увидела, я была в шоке. Человек, который весил 90 килограммов за 6 месяцев, он так сильно похудел, что аж страшно было смотреть на него. Когда брали все анализы у него, не обнаружили ни одного клетка, CD-клетка, его сложно было спасти. В итоге, после 10 дней он тоже как бы умер. Когда мои родные и его родные приехали, узнали, что у него ВИЧ-инфекция, и они догадывались, что и у меня есть, раз у него есть скандалы были, как бы споры. Врач мне давал всякие книжки, чтобы я читала. Все-все направление ВИЧ-инфекции за эти 10 дней, которые я лежала в больнице, я все прочитала, и у меня достаточная информация была. Врачи меня познакомили с консультантами, которые работали в организациях. И иногда журналисты, когда я открытым лицом интервью давала, они говорили, давай мы тебе сами закроем лицо. То есть они мозаики делали, они сами. Я не боялась этого. И это мне дало возможность без страха работать в этой сфере и продвигать интерес женщин, живущих в ВИЧ, в Таджикистане, которые пострадали, как и я. Надо бороться, бороться в первую очередь со своим страхом. За 9 лет я и образование получила, у меня диплом есть, я и достигла уровень директора, теперь являюсь директором организации, как бы продвигаю интерес женщин, живущих в ВИЧ. Что у меня ближайшие планы, это я хочу стать мамой.